Справжня болгарская валерьяна. Роками заспокоює наші нерви. Скобеєву напугал Буданов. Он заявляє, що в СУ війду в Крим. Соловьєв распсіховался. Очередной брит, который исходит із уст цих кретинов. А русський теннисист обматерил мать на публіку. Мам, істори, щас я тебе заванюш. Я дам мячикам тебе. Это понятно? Это горячі новости. Все самое важное в одном дайджесте. Раскудахкалась Скобеєва. А потом взглянула на нашого увереного Буданова. Едва язык не отсох от страха. Успокоить европейцев пытается глава украинской разведки. Террорист Буданов. Он заявляє, що в СУ війду в Крим. І уточняє, що ніякого ядерного удара в відповідь не послідує. Нам успокаивать Оля никого не нужно. Це тільки у вас там круглосуточна істерія. Ми знаємо, що все преодолеємо. А що касається террориста, ти немного ошиблась. Сиба це ваше звання. І вообще, к концу року українські боєвики якоби можуть вийти на границі 91-го року. Так і буде, Оля. Собирай манатки і побыстріе в бункер. Якщо Путін, конечно, пустит. Знаєте, чому русські мами отправляють своїх сінішек на війну? Думаєте, вони їх дуже любять? Взглянете, як російський теннисист Павел Котов маму свою обругав, публічно і зовсім не стесняєсь. Мам, і це за підтримку, представляєте? Таково оно, русське виспитання. Такі вот відношення в рашистських сім'ях. Соловьєв розпсиховався. Місля о контрнаступлении ВСУ не відпускають. Мучається і проклинає врагів. І очередной бред, який исходить із уст цих кретинів. Тобто, набор дегенератів, собранних в одному місці, таков, що визникає реальне желання использування ядерного оружію, як дуст от тараканів. Очевидно, це очередной взрыв агресії пропагандиста на проклятый Запад. Однак уместні було б сказати це, глядя в зеркало, Владимир Рудольфович. Як можна потерять такий історичний момент? В одному місці собрано феноменальне кількість дегенератів. Іначе і не скажеш самокритично. Гурулєв, наверное, не просыхається зовсім. І в розговорах со своїм дружбаном Соловьєвим отрывається по полной. Знайти, чого в Росії не хватає для полного счастья – репрессій. Я хочу, я хочу, при тому, що мій дед 9 років отсидел, я хочу напомнить, в цій статті. Всю війну прошло, в 1946 році отсидел, а потім був реабилитував. Але розуміємо, що це було необхідно на той момент. Необхідним, ви понимаєте? Кричує слово. Дисципліна всіх, от рядового до маршала. Четке выполнення тех задач і указань, які є. Це перше. Ага, щоб прикази выполняли, дітей украинських убивали, бесспорно. Россіане, проснітись, но где там, верят во все, що несет їх руководство. Нафаршированные кремлівській пропагандою, говорят, іначе нельзя. Мужчины должны охоронять свою родину, защищати її. Не жалко ли мужчинам? Всегда жалко. А що делать? Я, чесно вам сказати, не хочу, щоб мої внуки учились в школі, де було 52 гендера. Війна йдет не за це. Війна йдет, що вона все равно б случилась. Це продолжение Великой Отечественной войны. На нас б все равно б сперли. Жаль, але що ж делать? Путина сбросить і почистить мозг. Куда тут не біжать же? Якщо враг стоїть у ворот, то, значит, треба взяться за меч. Ну-ну, мечи, пожалуй, единственное, чем Минобороны Болотова сможет обеспечить. Така ненависть у тех народов, которые сейчас, против кого мы сейчас, собственно, воюем. С чего б такая ненависть? Никто их особо не трогал. Какое искреннее удивление? Вы серьезно? А кто пришел нас убивать? Или это не считается? А теперь историческая справка от специалиста Мордана. Он подумывает закрыть рот и сидеть тише воды, потому что еще с Китаем придется воевать. Вот лучше бы в наших интересах было бы, чтобы Китай и дальше толдычил свою песню про организацию объединенных наций, про международное законодательство. Потому что как только китайцы всерьез начнут поминать регулярно про какие-то исторические права, ну, считайте, что нам на дальневосточных границах снова, как и в 70-е годы, придется разворачивать полуторамиллионную армию. Путин к такому повороту готов? Он же за историческое единство. По одной простой причине. По одной простой причине. Посмотрите, там, краткую историческую справку, как Россия приросла при Амурьем. Вообще, как Дальний Восток появился в составе Российской империи. Вот. Вас ждет много увлекательного и интересного. А вот и песня для подбодрения. Ничего удивительного, просто жена провожает своего мобика на фронт. Это именно то, что нужно для трусливого воина, который едет в ад. Вряд ли вы уже встретитесь. Думать нужно было перед тем, как мужа в руки тирана отдавать. Скобеева бедняжка спать не может. Все ждет контрнаступления. Говорить больше ни о чем не может. Про контрнаступ. Что слышно? Что известно? Не складывается ли ощущение, что это какая-то очень большая дымовая завеса? То апрель, то май, теперь июнь. Будет оно? Готовятся? Получается у них подготовиться? Еще немного, Оля. Скоро дождешься. Вы знаете, на мой взгляд, оно неизбежно будет. Действительно, да, это дымовая завеса. Они будут говорить все, что угодно и через неделю, и через месяц. Нам необходимо готовиться. Готовиться, прежде всего, необходимо нам к этому. Выстоим. Но это вопрос выживания России как государства. Готовьтесь, готовьтесь. Но говорим сразу без толку. Идет наращивание, опять-таки, производства снарядов. Скажем так, Запад начинает все больше включать свою ВПК. Неизбежно Украину, как инструмент, погонят на нас. Сломается ли этот инструмент о нас? Для Запада совершенно это не важно. Их погонят на убой. Нас? Вы ничего не перепутали? Подумайте лучше, кто удобряет нашу почву. Рашисты на фронте собратьев своих бросают. А наши бойцы спасают даже маленьких пушистиков. Короче, Сантик решил проявить сострадание. У нас операция по эвакуации хомяка. Спасибо вам, ребята, за большое сердце и нашу защиту. Это бесценно. Эвакуация. Спасли хомяка, короче, спиритка. Королевский классный хомяк. Давай, грузи, поехали, хомяк. Продолжение следует...